Знания Экспресс. Стратегии управления конфликтами. Анатомия. Модель поведения. Однажды две сестры сильно поругались из-за апельсина. Каждый из девочек, он был необходим целиком. Делиться никто не хотел, а в доме больше не было цитрусовых. Обстановка накалялась. Отец девочек решил вмешаться и попросил каждую из дочерей объяснить, для чего нужен апельсин. Выяснилось, что первая сестра хотела выжать из него сок, а вторая испечь пирог с добавлением апельсиновой цедры. То есть оказалось, что каждая может получить то, что захочет, в полной мере. Почему возникает конфликт? Часто конфликты разгораются из-за того, что люди жестко настаивают на своей позиции «хочу это» и «точка». И не интересуются друг у друга, а для чего же, собственно, им нужен апельсин, то есть предмет конфликта. Нередко в пулу спора, незаметно для самих конфликтующих, наблюдается смещение акцентов. Предмет спора отходит на второй план, а вместо него важнее становится сам факт победы над оппонентом. Долгое время считалось, что любой конфликт — это негативное состояние, которого нужно избегать любой ценой. Вместе с тем, конфликт можно рассматривать как возможность познакомиться с иной, отличной от своей точки зрения, и увидеть другую перспективу. Это естественный источник развития, который может служить катализатором необходимых изменений. Рабочие конфликты делят на следующие типы. Конфликт целей, в котором участники по-разному видят желаемое состояние предмета конфликта. Конфликт интересов, когда стороны претендуют на обладание одним и тем же ресурсом, предметом конфликта. Эмоциональный конфликт — его причины в отношениях людей друг с другом. В таких конфликтах участники часто переходят с предмета на личность. Многие люди ведут себя одинаково во всех конфликтных ситуациях и не предполагают, что можно выбирать различные стратегии поведения и эффективнее разрешать конфликты. Для этого известными исследователями коммуникации была разработана специальная модель. В ней все типы поведения в конфликте разделены по двум шкалам — стремление отстоять свои собственные интересы и стремление учитывать интересы другой стороны. Всего этих стратегий пять. Их также можно разделить на две группы. Активные стратегии, то есть те, которые требуют от нас ресурса для решения действительно важных задач — компромисс, сотрудничество и соперничество. И пассивные стратегии — те, которые требуют минимальных затрат энергии для решения непринципиальных вопросов — уступка и уход. Уместно применяя стратегии из этой модели, руководитель сможет не только системно и последовательно добиваться своих целей, но и вести команду в нужном направлении даже при наличии сложных разногласий.